Всем привет! Вы на канале RTLT и сегодня обновленная версия моего винчестера в 1787 из терминатора 2. Как вы уже видите, да, тут много чего изменилось. Во-первых, рукоять, потом ручка, короче, все, и заторы. Короче, вы поняли, да? Единственное, что не изменилось, это механизм. Ну вот, в принципе, тот, кто не видел обзоры мои остальные, я вам покажу его. Ну, во-первых, я сделаю такую себе ножку, чтобы поставить его. Ну, вообще, она не нужна тут ни к чему. Вот так он выглядит от первого лица. Вот так. Ну, во-первых, я здесь сделал щель. Она хоть и вся насквозь, но все равно. Главное, что прикольно. Ну, здесь, потом ствол, этот подствольник. Здесь есть вот штучка, кстати. Сюда можно загрузить патроны. Кстати, реально, здесь можно загрузить патроны. Потом еще сделаю обновление. Так, хорошо. Потом, ну, как бы, рукоять у меня вот такая. Она у меня прочная. Так же, как и у моего первого. У меня она вот такая. Там лед летит. Сейчас я его испью. Походу вражеский. Промазал. Ну, блин, конечно, тут даже нет патронов. Куда я буду стрелять, спрашивается. Потом, здесь есть щель для резинки. И, может, тут увидит механизм, как он работает там. Видите, оттягивается деталь. С другой стороны, вот, полис, не знаю, просто. В принципе, ничего, а быть, ничего такого, оттолкового. Тут есть вот что. Да, это щель. Спросите, зачем? Сейчас вы увидите. Это же обновленный. Я его улучшил. То есть, вот, моя первая версия был просто такой винчестер. То есть, задняя часть вот эта вот. Как обычно. Ну, тут был просто вот ствол. То есть, он еще одинакового размера был. Вот, не подствольник и сам ствол. А теперь, во. Потом я сделал, ну, обновление. Ну, короче, вы понят, да? Вот здесь находится механизм. Вот эта вот штука просто нужна для крепления вот этих вот частей. Я его собирала два дня. Ну, ладно. День с половиной, так как я вечер, прям, его начал собирать. Утром закончил. Ну, то есть, где-то в день закончил, там, где-то. Если у вечера, я где-то начал в девять. Ну, примерно, да, где-то в девять. То, ну, да, примерно где-то одну четверть дня. Нет, три четверти дня. Короче, вы поняли, да? Вот, вот эта рукоять у меня, она вот такая. То есть, ну, она стала более большой. То есть, его можно в руках одной держать. Она реально крепкая из-за вот этих вот штырьков. Можно и стрелять. Вот только другая проблема с резинками. Она у меня, например, порвалась. Вот, то есть, вы видели, да? Сейчас поменяю. Сейчас. Вот, я восстановил. Улучшил, потому что она у меня, походу, знаете, из-за чего? Просто потому что я здесь накручивал. То есть, я вот эту резинку вот так, как будто накручивал вот так вот на эту, чтобы она хорошо тянулась. Кстати, механизм работает. Это очень хорошо. Ну, а теперь перейдем к механизмам всяким. Ну, во-первых, как вы заметили, ну, это явно. Это потому что он у меня стреляет. Стреляет, кстати, он. Он, конечно, не стреляет патронами, и то просто потому что у него здесь дула-то вообще нет. Ну, зато он может щелкать. И одно из самых главных это выбрасывать гильзы. Но так как, я не знаю, как можно это сделать, я выбрал два. Это как бы сама гильза. Вот. И как бы вообще цельный патрон. Ну, у них, у каждой есть свои плюсы и минусы. Например, вот этот. Он маленький, но зато очень реалистичный. То есть гильза выбрасывает им на гильзу, а не патрон. А вот эта, у них она как бы длинная и хорошая, но при этом, когда ты выбрасываешь вообще патрон. Спрашивается, как? Ну, давайте начнем к более реалистичному. Смотрите. Оттягиваем. Ставляем сюда. Ну, как бы гильзу у нас будет. Захлопываем. И стреляем. Стрельнуло. Как бы щелкнуло. Видно. Вы видели. А теперь назад. Вы видели. Гильза вылетела. Здесь как бы еще раз. То есть, как бы стреляем. Защелк, как-то побольше, что ли. Стреляем. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Просто здесь еще есть проблема, что она просто туда, это. Амка, еще раз, выжили, не по плану. То есть, угу. И стреляем. Проблемка. И достаточно серьезно, что она не может просто... Так, ладно. Да, вот тут. Полная проблема. Да, давайте еще раз. Посмотрите. Ну, то есть, она выбрасывает. То есть, я его никак не наклоняю. Я, вот, например, он под наклоном. Даже... То есть, она никак не наклоняется. И вот, собственно... Ну, а второй вид. Вот такой вот, хороший прям. Вставляем... Ну, получается, ладно. Плевать. Запихнем. Вот так. Стреляем. Ну, что застырял там. Да, вон. Сейчас будет нормальный. Вставляем. Вставляем. Да. Чуть-чуть подломалась. Ладно. Это, вот это вот сейчас. Это не так критично, как если внутренное. Потому что это можно сейчас, через за 3 секунды подчинить, конечно. Если не за 3 секунды, но... Сейчас... Сейчас, подождите. То есть, вы видели, да? Надеюсь, что вы поняли. Вот, то есть. Смотрите еще, как можно. Это же все уже терминаторское оружие. То есть, терминаторский дробовик. Кстати, подождите. Есть ли у вас вопрос, почему вот такие патроны? То есть, не как у обычных-то дробовиков, а у Спас-12. Какой-то там обрез, да? Почему он... Как бы... Ну, не... То есть, который там вот... Первая часть желтая. То есть, обычная. Вот эта задняя часть желтая, а передняя красная, больше всего. Ну, потому что это все же винтовка, и он заряжается такими, по-моему... Там надо посмотреть, каковы. Сейчас я вам скажу, каким он стреляет. Стреляет винчестер патронами 58,5. По-моему, вот этот вот его калибр. Но и это не то, что, как говорится. Да. Потому что у меня есть, конечно, книга про оружие там всяких. Ну и вот. Там был винчестер, но другой модель, карабин какой-то винчестер. А, смотри. Винчестер... Ну, карабин винчестер 1866. То есть, карабин винчестер 1866. Вот такие дела. Но, по-моему... Вот я, возможно, не точно говорю. То есть, вы на меня это. Не ругайтесь, потому что я вам неправильно сказал. Просто там не было винчестера 1887. Значит, я только самый близкий. Это винчестер, как бы. Вот это. Ну, и как бы вот. Но. Это же все же терминаторское оружие. Как я говорила, конечно. Но попик. У него... Он должен перезаряжать, как терминатор. То есть... Смотрите. Первые... Вот есть три модели. Ну, то есть, три версии, даже так скажем. Так же, как и у первого. Надо укреплять. Так. И вот. Первое – это обычный. То есть... То есть... То есть, если вы хотите убедиться о том, что он именно... Это... Ну, то есть, не просто вот так щелкаешь. Вот так 10 раз, и он все равно щелкает. То есть, не то, что вот так вот... Пум-пум-пум-пум. Нет. Как бы он только при зарядке. Ну, то есть... Смотрите. Нажимаю. Ничего. Убедились. Убедились. Ну, и вот. Ну, и вот. Первое – это самое классическое. Потом идет... Сейчас я вам покажу. Я боюсь, потому что может разломаться. Потому что сейчас... Ну, короче, вам пофиг. Ну, и как бы последний. Это... Менее безопас... Более безопасный, так как ты его будешь держать в руках этот. Ну, то есть, это поворот. Давай, вот. Ой, ё-моё. Кусок винчестера отвалился. Ё-моё. Ну, ладно. Это не так речиэтично. Так же, как и с этой штукой. И то, что... Аста-ла-виста, бэйби. Аста-ла-виста, бэйби. Так. Аста-ла-виста, бэйби. осталось то бэйби опять порвалась да с резинками у нас большая проблемка что делать то это плохие это плохо том что у меняется на только тогда вот так придерживать ну а это не круто короче если я пойму как можно сделать лучше то есть не слова резинки блин каждые 5 секунд ломались вот так я возможно найду решение на это не точно я могу ошибаться потому что блин не знаю как сделать хотя есть некоторые идеи ну или же нету нипрос спасибо за и же еще нет будет ли разбор механизм я вам его покажу ну смотрите сейчас я делю крышки эти я еще как-то подождите вот я поставлю тут две резинки если она порвется то я не знаю что делать я тут проблемка вот я поставил смотри как работает механизм но для щелкивания тут очень простой механизм сейчас я затвор подниму вот он механизм вот эта вот деталь сейчас я вам покажу вот это вот деталь вот эта часть она подсоединена вот к этой то есть спусковому крючку а вот эта шестеренка к бойку для щелкивания я как говорила есть два бойка боев для затвора и боев для щелкивания он там находится а сам боев он выглядит вот так вот он то есть вот это боев для щелкивания который именно издает тут этот звук ну и как работает механизм для затвора ну тут достаточно просто но хотя как просто необычно необычно смотрите вот здесь он прикреплена деталь увидела я в серию детали она как бы вот здесь проходит и это она закреплена на этих на техник оси вон там можно увидеть он видит там кусочек техник оси виден вон 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 вот он там ну и вот она прикреплена и как бы вот эта вот палочка прикреплена к боев к бойку для затвора именно и тут вот эти вот плоские детали просто вот так вот видите да можно можно проскать вот именно нужно крышка не поставить ну муха на мне сила так вот нужно обязательно крышка не будет он просто боёк туда вниз а вам это как вы знаете не нужно блин птичьи а ну там вот милий ну и вот вот этот механизм вот эти два сотворяет вместе то есть когда ты оттягиваешь назад вот это вот боёк тут и какой бои ну боёк короче оттягивается назад на шестеренке да и вот эта вот деталь как бы его прижимает не пускает дальше именно вот так вот происходит и вот когда ты вот так вот делаешь то вот этот боёк оттягивается и как бы можно нажимать а как работает механизм для того чтобы эти гильзы тут очень просто смотрите вот эта вот штука просто его назад туда как бы то есть он его выталкивает оттуда практически вот тут вот это вот сгибчик вот эта горочка она как раз это то есть тут достаточно все просто потому что тут я не сильно его разобрал как моя барретт но все же надо обратно его собрать возможно я в следующий раз сделаю узишку или же не знаю даже может какой-то автомат я сделаю автомат блин 5 не знаю возможно я сделал какой-то более скоростерильный но это выйдет через долго так как во-первых я с ним с этим буду играться и сейчас поставим нормально ну так вот о пустую ладно спасибо пофиг вот так пусть будет так стоять ладно ну чтобы было спасибо за просмотр ставьте лайки за мою старание подписывайтесь на канал всем пока